Высокий хэтчбэк Lada X-Ray появится в продаже в первой половине 2016 года. В этом видео мы расскажем все ключевые моменты развития в районе и все важные факты, включая самые последние данные. Платформа Lada X-Ray Если для первенца нового фирменного стиля Lada, седана Вес, на Автовазе была разработана оригинальная платформа, то в случае с X-Ray пошли по пути заимствования тележки. С российским автомобилем поделился партнерский Renault Sander. Долгое время ходили слухи, что и кузов перекочут с француза, и все ограничится точечным изменением конструкции и бэдж инжиниринга. Однако московский автосалон 2014 года все расставил по местам, а в феврале следующего, 2015 года, Vest и X-Ray высоко оценил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Это что у нас за... Это автомобиль X-Ray, абсолютно новый автомобиль, нового класса. Назвав их очень добротными автомобилями. Дизайн Lada X-Ray В 2012 году в Москве Автоваз представлял лишь концепцию фирменного стиля. Концепт-кар, напомню, так и назывался Lada X-Ray. А два года спустя посетителям автосалона показали концепт-кроссовер Lada X-Ray Concept 2, вид которого предельно близок к серийному варианту. Сомнения развеялись. Не одна кузовная деталь не выдает французскую подноготную. Машина будет иметь полностью оригинальный дизайн экстерьера и интерьера. На Автовазе говорят, что конструкция серийного X-Ray будет содержать более 600 оригинальных деталей и 70% из этого числа будет изготавливаться российскими поставщиками завода. Пассивная безопасность Lada X-Ray В ноябре 2014 года руководитель проекта Lada X-Ray на Автовазе Олег Круненков заявил, он рассчитывает, что X-Ray наберет 3 звезды в краш-тестах по методике Евро-NCIP. Это неплохой показатель, учитывая строгие требования теста и бюджетность модели. Более дорогие, но близкие по классу. Nissan, Jeep, Insubishi и ASX имеют по 5 звезд, но в то же время более доступные, хотя и более крупные, Renault Duster 3, ровно как и от санеквазовской машины, высокий хэтчбэк Renault Sandero Stepway. Двигатели Lada X-Ray Ранее звучали предположения, что X-Ray должен получить мотор Nissan мощностью 114 лошадиных сил. Точно такой же значатся и в гамме двигателя для Lada Vesta. И позднее эта информация подтвердилась. Мотор с маркировкой H4 1.6 литра, 114 лошадиных сил, такой же сейчас ставится на Nissan Center и появится на Lada Vesta. Второй мотор также 1.6 литровый, базовский, имеющий индекс 21-127, известный по другим моделям Lada. Помимо этого, модель должна получить двигатели объемом 1.8 литра, разработанную на автобазе совместно с английской компанией Riccardo. Ориентировочные показатели мотора 122 лошадиных сил и 173 ньютона на метр. Также почти со 100% точностью подтвердились в марте 2015 года, когда автобаз полностью озвучил линейку силовых агрегатов Lada X-Ray. Разве что уточненная мощность составила 122 лошадиных сил. Вариант с таким мотором будет топ-версии российского кросса. Учитывая платформу Sander S-Torway, в дальнейшем можно ожидать появления под капотом в X-Ray более доступных двигателей. 1.6 литровый, мощностью 82 и 112 лошадиных сил. Нельзя исключать заряженные версии с турбированным двигателем, развивающим свыше 160 лошадиных сил. 3. Трансмиссия Lada X-Ray Для топ-версии с мотором 1.8 в X-Ray предлагается автоматизированная механическая трансмиссия. Российская разработка. Базой послужила стандартная базовская механика, а для работы над управляющей электроникой была привлечена и германская фирма ZF. Вполне возможно, что в варианте для кроссовера коробок АМТ получат спорт режим. А вот чисто механических российских коробок X-Ray решили не ставить. Почти АМ, как и для Lada Vesta, французские. Они лучшего виброакустическим свойством и четкости переключения. Поэтому с обоями 1.6 литровыми двигателями и базовским, и ниссановским в баре будут идти МКПП Рено. Французские моторы и коробки будут производиться на автобазе. В том числе с 15 марта 2015 года. Комплектация Lada X-Ray Пока подробности по комплектациям не ломы, но кое-что все-таки известно. Было заявлено, что на Lada X-Ray будут доступны следующие опции. Сиденье водителя с регулировкой по высоте. Подогрев передних сидений. Мультимедийная система, 7-дюймовый тач-скрин. Мультируль. Кроме того, известно, что кроссовер получил точно такой же топливный бак, как и седан Lada Vesta. Объемом 55 лошадиных сил. Развитие темы Lada X-Ray Пробный шар автобазов классик расцепоров. Хотя определенные шаги были сделаны еще на этапе подготовки кросс-линии. Модификации Kalina Cross, Largus Cross. Но за первым X-Ray последуют полноприводные и более крупные X-Ray Cross. А также совместная взрослая кроссовер C-класса. Первый будет иметь платформу Renault Duster. Та же B0, но в более развитом исполнении. И по словам Бу Андерсона, 4 версии. Предположительно, речь идет о двух различных колесных формулах. 4х4, 4х2 и о двух типах трансмиссий. В механической и каком-либо варианте автоматизированной автоматической АКПП или робота. Кроссовер C-класса также получит сележку Renault Duster, но в удлиненной и расширенной версии. Сейчас для крупного кроссовера ставят лак. Варианта трипез. И одним из них, скорее всего, будет мотор Renault. Сборка Lada X-Ray Пилотную партию высоких хэтчей начнут собирать уже в первом квартале 2015 года. А серийное производство Lada X-Ray начнется в Тольятти в декабре 2015 года. Сборка автомобиля на автовазе будет вестись на линии B0, той самой, где уже собирают Lada Larbus, Nissan Almera, Renault Logan и Renault Sandero. Однако под новую модель производство значительно модернизировали. Так, в новогодних каникул 2015 года шло изготовление оснастки и монтаж нового сварочного оборудования. Обновлению подверглись почти все сварочные пасты. 13 марта в Тольятти собрались сварить первый кузов Lada X-Ray. Однако по факту этот график оказался даже немного опережен. Уже 11 марта сварили каркас, а 12 марта весь кузов. После первого года производства кроссовера уровень локализации для Lada X-Ray, ровно как и для Веста, должен составлять 75%. Цена Lada X-Ray Заявленная в конце октября 2014 года базовая цена на высокий хэтчбэк Lada X-Ray составляла 430 тысяч рублей. Тогда же прозвучала цифра по полноприводному X-Ray Cross 500 тысяч рублей. Однако с тех пор многое изменилось. В конце 2014 года Бу Андерсон заявил, что цена седана в Веста будет на заявленном уровне 400 тысяч рублей. Только в том случае, если курс евро откатится от 42 рубля. Пока к этому предпосылок немного. И наверняка цена скорректируется для X-Ray. Финальных цифр остается только ожидать. Купить Lada X-Ray В начале февраля 2014 года, учитывая сроки запуска серийного производства, конец 2015 года. Возможно, первые машины начнут выгружать вверх и февраля 2016 года. А купить Lada X-Ray можно будет начиная с марта-апреля. На встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, директор проекта Олег Груненков заявил, что купить кроссовер можно будет в начале 2015 года. Несмотря на то, что цена Lada X-Ray пока неизвестна, модель наверняка ожидает вожатый смысл. Продолжение следует...